Пространство Калмгу, пространство возможностей. По таким лозунгам в стенах главного ВУЗа Республики состоялась дискуссионная площадка с участием молодых ученых. Они обсудили роль студенческого научного общества, формирование молодежного научного ядра, а также вопросы о мерах поддержки при организации научной работы. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился ректор ВУЗа Вадмас Алаев. Он отметил, что Калмыцкий государственный университет имени Гордовикова уделяет большое внимание поддержке молодых ученых и является участником государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Пространство Калмыцкого университета – это пространство возможностей. Ключевое слово – это возможности сегодня. Те возможности, которые предоставляет страна, руководство страны, регионам, Калмыцкого государственного университета. Мы горды тем и рады тому, что количество аспирантов в нашем университете увеличится с каждым годом и на сегодня у нас 100 аспирантов. Радуемся от того, что молодые люди сегодня хотят, то есть вы, я обращаюсь к вам, выйдете в науку и видите себя в науке. А наша задача, руководство университета, ну и безусловно регионы страны, создавать условия. Две вещи очень важны, да? Это моральная поддержка, когда тебя увидели, обратили на тебя внимание, помогает, поддерживает. Но не менее важное, особенно в это время, это финансовое сопровождение. Более того, сейчас мы ставим вопрос и задачу о создании студенческих лабораторий сегодня уже, то есть начиная со студенческой скамьи уже вовлекать, выявлять, видеть, сопровождать наших молодых, чтобы потом они плавно могли перейти все эти этапы, ступенья, значит, перейти на академию, академическую мобильность, перейти на конкурс будущего кандидата, будущего доктора. Также ректор вручил молодым ученым долгожданные дипломы о присуждении ученых степеней, доктора сельскохозяйственных наук и кандидата биологических наук. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал старт национальному проекту «Молодежь России», который позволяет молодым ученым осуществлять свою деятельность в научных проектах, в различных научных проектах, в рамках национального проекта созданы молодежные лаборатории. В одной из лабораторий я являюсь научным сотрудником. Средняя зарплата в молодежной лаборатории составляет от 30 до 50 тысяч, что для республики Калмыкия считается очень хорошей заработной платой, что дает возможность осуществлять научную деятельность в нашей республике. В недавнем обращении 29 февраля Владимир Владимирович Путин дал старт направление поддержки молодых, инновационных, амбициозных наших молодых ученых. И также была разработана и внедрена программа, которая непосредственно сейчас действует по всей Российской Федерации по поддержке молодых научных работников, а также сотрудников, которые непосредственно занимаются научно-соединской работой. В рамках этого проекта на базе Калмыцкого государственного университета проводятся мероприятия, ну и, соответственно, различные программы работают, которые направлены на развитие наших талантов, находящихся на охранном вузе. Также ощущается очень существенная поддержка наших молодых ученых. На базе университета защищаются кандидатские, докторские. И это, прежде всего, научные исследования направлены на развитие нашей агропромышленной конкурсской республики Калмыки.